В городе добра не бывает плохой погоды, слез и усталости. Только улыбки, светлые, яркие, как оранжевое настроение новоиспеченных жителей. Хочешь прописаться, пройди полосу препятствий. Несколько заданий на ловкость и смекалку, увлекательный лабиринт и ты уже почетный житель города, уважаемый эксперт или участник масштабного праздника, приуроченного к Международному дню инвалидов. Опа, спасибо. Ой, спасибо большое. Вы теперь почетный житель города добра. Вот так. Да, пожалуйста. Живи в дороге. В городе добра на равных соседствует спорт и творчество. Именно эти направления помогают любому ребенку раскрыться, а детям с особенностями развития получить своеобразную терапию. Гости праздника – это взрослые дети, в жизни которых преодоление случается каждый день. И очень важно, чтобы за границами этого праздничного города мир был таким же добрым и доступным. Мы должны сделать так, чтобы дети наши в Подмосковье жили ярко и чтобы город добра был в каждом городе Подмосковья. О доступной медицине, образовании и инфраструктуре шла речь за круглым столом, организованным по инициативе Общественной палаты Одинцовского района. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина, депутат Московской областной думы, герой России Лариса Лазутина и глава Одинцовского района Андрей Иванов ответили на конкретные вопросы многодетных мам. У нас в Одинцово нет специалистов-эпилептологов. Ни в Одинцово, ни в Одинцовском районе. И мы поэтому плавно наблюдаемся все в Москве. Отсутствие узких специалистов, достаточного количества реанимобилей, сложности с проведением анализов и многое другое. Участники встречи сошлись во мнении, что Одинцовскому району необходим реабилитационный центр. Глава дополнил, этот вопрос уже обсуждался с конкретной и вполне реальной перспективой. Во вторник была у меня встреча с одним инвестором, довольно крупным, российским. И мы предлагаем земельный участок недалеко от Одинцовского университета для строительства центра. Люди серьезные, очень не буду пока называть, действительно серьезная компания. Такие центры они уже построили в Китере и еще в одном российском городе. Есть уже концепции, в принципе могу вам показать в визуализации. Есть на 50 сутках, помещается в эко-стиле красивый центр. Вопрос от многодетных мам. Недостаточное количество ясельных групп в детских садах. Начальник управления образования Ольга Ляпистова внесла ясность. После 1 января будем работать над возрастной категорией до 3 лет. 2-3 годика и младше. Это будем открывать группы в наших детских садах на постройках, потому что эти группы уникальные, они должны располагаться на первом этаже. Это горшки и так далее. То есть требования совсем другие, особые требования, потому что это маленькие детки. В завершение чаепития благодарности благотворительного фонда Лизонька, Андрею Иванову и Оксане Пушкиной за помощь и неравнодушие к проблемам семей с особенными детьми. Продолжением праздника стал концерт, участие в котором приняли артисты и спортсмены, имеющие разные способности, но равные возможности. Гостей приветствовала депутат Одинцовского района Нина Гинтова, благочина церкви Одинцовского округа, архимандрит Местор Жиляев, а также руководитель уникального реабилитационного проекта под названием «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева. Руководство Одинцовского района заботится о своих жителях и уже в следующей зимой в парке Лазутина будет построен склон и не нужно будет никуда ездить. Люди с проблемами здоровья смогут пройти эту замечательную реабилитацию прямо здесь, не выезжая из города. За достигнутые результаты в спорте специальными наградами были отмечены Одинцовские паралимпийцы. Серебряный призер Паралимпиады в Сочи Вадим Селюкин, серебряный призер и чемпионат Европы по стрельбе из лука Ирина Российская и Игорь Мешков, чемпион мира по шахматам Станислав Бабарыкин. Отдельная благодарность руководителям коррекционных школ и региональному отделению Всероссийского общества инвалидов. Хочу сказать, что я горжусь, что я представляю Московскую область, это самая лучшая область в России, и Одинцовский район это самый лучший район Московской области. Фестиваль спорта и творчества завершился футбольным матчем среди инвалидов. Спортсмены, перемещающиеся на костылях, удивляли мастерством и мужеством, скоростью игры и невероятным упорством, без которого даже в городе добра не одержать победы. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.